Как уже было сказано, самолеты МЧС доставят тела погибших в Санкт-Петербург. Лайнеры уже прилетели в Египет, туда же прибыла и правительственная комиссия, в том числе главы МЧС, Росавиации и Минтранса. На месте падения аэробуса продолжаются поисковые работы. И самая последняя информация о ходе расследования в репортаже Юлии Ольховской. Аэропорт Шарм-эль-Шейха работает в штатном режиме. Сегодня здесь запланировано несколько рейсов египетских, несколько европейских и два российских в Москву. Насколько нам известно, сегодня сюда должна прибыть специальная комиссия Египетского министерства транспорта для проверки документов и опроса техников, которые накануне досматривали самолет авиакомпании «Коголымавия», который потерпел крушение над Синаем. В крупнейшей в истории российской авиации катастрофе погибли 224 человека, 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Спасатели и армия продолжали работать на месте катастрофы всю ночь. Уже найдено 129 тел погибших. Спецбортами тела доставлены в Каирские морги, откуда их должны переправить в Санкт-Петербург для проведения экспертизы и процедуры опознания. Ночью в Египет прибыло несколько самолетов российского МЧС со спасателями. Они привезли с собой спецоборудование для работы на месте катастрофы. Около полуночи в Каире приземлился первый борт. На нем прилетел и министр транспорта Максим Соколов, который возглавляет комиссию по расследованию ЧП. Глава МЧС Владимир Пучков и руководитель Росавиации Александр Нерадько, а также следователи. Я уверен, что буквально в считанные сутки мы завершим совместно с египетскими коллегами все необходимые мероприятия по поиску тел погибших и осуществим необходимую адресную и конкретную помощь и поддержку каждой семье. Всего, как сообщают в российском посольстве, в Каире в Египет должно прибыть 5 илов 76-х. Один из них прилетит пустым, чтобы забирать тела погибших. Еще один самолет должен сделать съемку места крушения аэробуса с высоты. Эти кадры, как предполагают в Росавиации, помогут расследованию причин авиакатастрофы. На месте падения авиалайнера найдены оба черных ящика. Их отвезли в Каир, где их передадут российским экспертам. Однако пока нет ясности, где именно будут расшифровывать бортовые самописцы. Анализ бортовых самописцев поможет понять причины катастрофы. Нет признаков, что с самолетом произошло что-то из ряда вон выходящее. Все, что мы можем пока сказать, причиной трагедии стали технические неполадки. И только эксперты смогут подтвердить это или опровергнуть. Если пилот не заявляет о неисправности перед вылетом, идут обычные рутинные проверки. Но никаких сообщений о неисправностях нам не поступало. Предполетная проверка тоже ничего не выявила. До самого момента катастрофы нам не сообщали о проблемах. Не получали мы и сигнал СОС. На месте крушения аэробуса спасатели расширяют зону поиска. Фюзеляж самолета полностью разрушен. Обломки разбросаны в радиусе 5 километров недалеко от города Эль-Ариш. Перед катастрофой лайнер шел на большой высоте. Именно поэтому несостоятельным выглядит предположение, что лайнер могли сбить с земли переносным зенитно-ракетным комплексом. Совместное расследование Египет и Россия ведут при взаимодействии с Межгосударственным авиационным комитетом. Прежде всего мы хотели бы побывать в первую очередь на месте авиационного происшествия. Изучить элементы конструкции воздушного судна, которые многое могут сказать. Что происходило, разрушался ли самолет в воздухе, либо он разрушился от удара о землю, были ли пожар в воздухе, либо другие признаки авиационного происшествия. Я только что связался со штабом, который работает в Санкт-Петербурге. Там работа с членами семей погибших в катастрофе налажена. Поэтому все останки будут направляться в Санкт-Петербург и в дальнейшем уже с родственниками будет идти соответствующая работа по опознанию, в том числе и через анализы ДНК. Выяснилось, что самолет заправляли не только в Самарском аэропорту, где следователи уже изъяли образцы топлива, но и в самом Шарм-эль-Шейхе. Иначе керосина не хватило бы на второй долгий перелет. Так что теперь проверят качество и египетского керосина. Упавшему лайнеру было 18 лет, но по авиационным меркам это вполне нормально. Кроме того, год назад борт прошел так называемое тяжелое ТО, во время которого самолет проверяют досконально. Вечер и сегодняшняя ночь в Шарм-эль-Шейхе прошли спокойно. На улицах было очень малолюдно. Гости курорта и египтяне чтут память пассажиров разбившегося российского авиалайнера. Юлия Ольховская, Анна Шаргатова и Дмитрий Ремезов. Первый канал Египет. Шарм-эль-Шейх.